Здравствуйте! Новости Москва-Баку. Сельскохозяйственный потенциал освобожденных от оккупации территории Азербайджана очень велик. Это особенно важно на фоне кризисной ситуации в мире, когда вопрос продовольственной безопасности приобретает все большее значение для всех стран. Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в видеоформате с генеральным директором продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН ЦУИДУНЬЮ. Продовольственная безопасность сейчас для каждой страны важнее, чем может быть несколько лет назад. Одним из вопросов, который я хотел бы поднять в ходе нашей встречи, являются наши планы по развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях. В настоящее время мы находимся на активной стадии освоения этих земель с точки зрения развития инфраструктуры. В том числе сельского хозяйства. Потому что сельскохозяйственный потенциал на освобожденных от оккупации территориях действительно очень велик. Эта территория имеет разнообразную природу, климатические пояса и возможность значительно увеличить наше производство как для местного потребления, так и для экспорта. В настоящее время мы находимся на стадии планирования развития сельского хозяйства на освобожденных территориях. И поэтому ваши рекомендации будут высоко оценены. Азербайджан на фоне мирового кризиса и возникших вызовов особое внимание сегодня уделяет продовольственной безопасности. Власти Азербайджанской республики недавно приняли решение об ограничении на вывоз из страны до конца года зерновых культур и ряда стратегически важных продовольственных товаров. Отметим, что глава продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Суидунью прибыл в Баку для участия в международной конференции по цифровизации сельского хозяйства под названием «Взгляд в будущее. Переход к цифровому сельскому хозяйству», которая прошла сегодня в Баку. В частности, на конференции подчеркивалось, что Азербайджанская республика становится транспортным и логистическим центром, что крайне важно сегодня, когда многие цепочки поставок из-за ситуации в мире нарушены. Таким образом, Азербайджан может стать мостом. Вместе с тем, сегодня появилась информация, что на следующей неделе, 14 мая, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Турцию. Азербайджанский лидер вместе с турецким коллегой Раджепом Тайпом Эрдоганом примут участие в открытии аэропорта Резе-Артвин, расположенного между одноименными провинциями. Это уникальное сооружение – пятый в мире аэропорт, построенный прямо в море, на искусственно возведенном острове. Власти Азербайджана утвердили три новых пункта пропуска на границе с Арменией на освобожденных от оккупации территориях. Согласно подписанному премьер-министром Азербайджанской республики решению, между Азербайджаном и Арменией определены следующие пункты пропуска. Это пункт Эйвазлы на государственной границе в Губадлинском районе, пункт пропуска Газанчим на госгранице в Зангеландском районе, а также пункты в международном аэропорту Физули, соответственно, в Физулинском районе. Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров 6 апреля в Брюсселе условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Азербайджанский лидер сообщил, что состав комиссии уже определен. Добавим, что между Азербайджаном и Арменией после подписания трехстороннего заявления на российским, азербайджанским и армянским лидерами 9 ноября 2020 года периодически возникает напряженность в связи с принадлежностью населенных пунктов и высот, в результате чего порой вспыхивают инциденты между военнослужащими. Российская сторона неоднократно выражала готовность оказать содействие азербайджанской и армянской сторонам в вопросе делимитации и последующей демаркации границы. В частности, договоренность о том, что стороны будут двигаться к созданию совместной комиссии по границе, была зафиксирована еще по итогам трехсторонней встречи лидеров России, Азербайджана и Армении 26 ноября прошлого года в Сочи. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин на форуме Валдай в Сочи заявил, что окончательно урегулировать ситуацию между Азербайджаном и Арменией на границе без участия России нельзя, так как карты, как проходила граница между союзными республиками в советский период, находятся в российском генштабе. После этого в начале года глава МИД России Сергей Лавров заявил о важности скорейшего создания рабочей группы по делимитации. Российские эксперты неоднократно указывали на то, что решение вопроса с делимитацией границы может стать дополнительным фактором снижения напряженности между Азербайджаном и Арменией. Сегодня центральные проспекты Еревана заполонили буквально потоки людей. Одновременно четыре шествия в центре столицы Армении провела 6 мая оппозиция. Акция стартовала с площади Франции, ставшей в последние дни главной площадкой протеста. Каждая из четырех групп разошлась по Ереванским проспектам и стала блокировать их для движения транспорта. Оппозиционеры традиционно скандировали «борьба», «объединение», «Армения без Никола». «Армения без Никола». «Армения без допусков» «Армения без Никола». Одна группа оппозиционеров перекрыла движение у моста Победы, сев на пешеходном переходе, и таким образом не давая автомобилям проехать. Также был заблокирован перекресток под эстакадой у станции метро Дружба, а еще перекресток проспекта Баграмяна и улицы Арбели. В результате между протестующими и правоохранителями произошла очередная массовая потасовка. Силовики пытались оттеснить демонстрантов на обочину и разблокировать движение. Многие участники акции были задержаны. Накануне вице-спикер парламента Армении депутат аттракции Айастан Ишхан Сагатылян заявил, что оппозиция достигла заключительного этапа борьбы против власти и призвал добиваться более многочисленных шествий на улицах Еревана, чтобы полиция просто не имела физической возможности подвергать приводу протестующих. Оппозиция признает, что считает акции недостаточно массовыми. В частности, сегодня лидер оппозиционной фракции, честь имею, бывший глава службы национальной безопасности Армении Артур Ваныцан сделал заявление, противоречащее само себе. С одной стороны, оппозиционер заявил, что в армянском обществе сформировался стопроцентный консенсус относительно того, что нынешняя власть должна уйти. Но при этом, по его словам, широкие слои населения не выходят на улицы, потому что оппозиция так и не назвала имена лидеров, которые придут на смену Пашиняну. Напомним, что армянская оппозиция 17 апреля проводит акции протеста в Ереване и в разных регионах страны после заявления премьер-министра Армении Николы Пашиняна о том, что международные партнеры ждут от Еревана в переговорах с Азербайджаном снижения планки по статусу Карабаха. Оппозиция заявляет, что цель акции – свержение Николы Пашиняна и предотвращение сдачи Карабаха, то есть полного его возвращения под контроль Баку. Сегодня в МИД России, комментируя ситуацию в Армении и как она может повлиять на процесс налаживания отношений между Баку и Ереваном, в частности, процесс подписания мирного соглашения и запуск дельмитации и демаркации армян-азербайджанской границы, заявили, то, что происходит в республике – это ее внутреннее дело. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что речь идет скорее не об отношении армянской оппозиции к достигнутым трехсторонним договоренностям по армяно-азербайджанскому регулированию, а о восприятии тех или иных заявлений армянского руководства. Москва в очередной раз заверила, что неизменно привержена активному содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, в первую очередь через реализацию всех положений трехсторонних заявлений российского, азербайджанского и армянского лидеров, а также заключение мирного соглашения между Ереваном и Баку. Московские азербайджанцы начали подготовку к масштабному шествию «Бессмертный полк», которое пройдет 9 мая в День Победы. Шествие стартует от белорусского вокзала в 15.00. Представители азербайджанской диаспоры вместе с остальными участниками традиционной акции пройдут по центральным улицам российской столицы с портретами своих дедов и прадедов, ветеранов Великой Отечественной войны, а также с фотографиями азербайджанцев, героев Советского Союза. А такое звание было присвоено 128 уроженцам Азербайджанской ССР. Напомним, что акция «Бессмертный полк» в последний раз прошла в российской столице в 2019 году. Два года мероприятие из-за ковидных ограничений проводилось в онлайн-формате. Доповим, что кроме шествия «Бессмертный полк» 9 мая в павильоне Азербайджана, в ДНХ пройдут мероприятия, посвященные роли Азербайджанской ССР в Великой Отечественной войне. Гостям павильона в этот день продемонстрируют фильмы, посвященные данной войне, а также посетители смогут возложить цветы к импровизированному вечному огню и познакомиться с азербайджанской культурой, в частности кухней. Напомним, что особую роль в приближении Дня Победы в Великой Отечественной войне сыграли азербайджанские нефтянники. Количество добытой в Азербайджане нефти за годы войны составляло 75 миллионов тонн. В Баку также идут приготовления к 9 мая. Так, представительство Россотрудничества в Баку, русский дом вместе с русскообщиной страны, а также татарской молодежью, привело в порядок в преддверии праздника захоронения советских воинов на Ясамальском кладбище азербайджанской столицы. Как пояснили в русском доме, на территории Азербайджана не было боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Но в Азербайджане располагались госпитали, в которых и лечили участников войны. Первое международное соревнование стартовало сегодня на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. В селе Сугувушан открылся Кубок Президента 2022 по греблям на байдарках и канои. В состязаниях принимают участие свыше 100 гребцов из разных стран. Турнир приурочен к 99-летию со дня рождения Гейдара Лиева, которое будет отмечаться 10 мая. Соревнования пройдут в два этапа. 6 мая спортсмены будут соревноваться в гребле на байдарках и канои на Сугувушанском водохранилище. А 7 мая в Центре олимпийской подготовки и спорта Кура в Менгичевире определят победителей по академической гребле. Зрители-организаторы турнира удивили водным шоу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова